МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинный регион. У студии Екатерина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску. Глядите. Девять водоемов утрапили у черный спис. Санитарные службы в области проверяют место водного отпочинку. Як организовать свою справу, развиваться и не тратиться на аренду. Цековые приклады у Бабруйску. Белорусские зорки, кермаши, дегустации и незвычайно ураджай. У шклове рыхтуется до свята огурка. Хлеборобы в области наближаются до полмиллионного намалоту сбожжевых. Агульная вага собранных колосовых – 465 тысяч тонн зерня. На раннесу 11-го жнивня господарки Могилёвшины убрали 41% площадь. В столице Дажина Кличовский район пересягнула золотый экватор жнива. А по темпах уборки лидируют Кировские и Бабруйские районы. 63,57% ответно. Больш за 1300 экипажа упрасуюць в области Ныжневе. Многие з их семейные. Такие тандемы з'яванья редкая, кажуць у Аблсельгаз Харши. Прасывать приходится заранее сэда прытымок на одном комбайне. И, як правило, таким экипажам легче переносить прасовные будни, бо у них больше поразумения. Не сокрыт, что справа худко лазится, коли разом идут до одного вынеку. Готая пара сельгазпредприемства Воронину Быховского района стверждает, что працывать на уборочной разом сподручно и весело. Виктор на комбайне больше за 25 годов. В этот 12-й суместный сезон. А как она вам помогает? Как может женщина помогает? Ну, что во всём. Может у нас за руль, значит за руль. Техника – это моё. И мне больше нравится. Начинала с машинок, с велосипедов. Разбирать, собирать и так пошло. То есть комбайн собрать, разобрать вы тоже можете? Ну, что по моей силе, да. Раскрутить смогу. Что в ваши обязанности входит? Как во всех, по второму комбайнера смазать, подчистить, довести до работы, чтобы выехать не с поломками. Кожный экипаж комбайнеру им тнется не только больше намолотить, а и собрать урожай без трат. Пиль насочить на жниве за вельготностью и частеньой зерня. У семейном тандеме Виктора и Олеси это справа за жаншиной. В этом году тяжеловато с запчастями, но мы заготовили заранее. Так что у нас по ремонту комбайнов вопросов не было. И выехали все в срок. У господарца семь комбайнов на уборочной працуют и ты, а кто комбайнерами становится только на час жнива. Например, Олеся загадчится фермы. Есть заправдные передовики из мясовой пожарной части. У нас немножко не хватает своих людей. У нас четыре человека работают привлеченных. С пожарной части, с Могилевска. Вот строй один человек. Но они у нас постоянно работают. Алена Мельшанкова, Катерина Городницкая, Виталь Аляксеенко. Новины региона. 10 объектов нерухомости передали у безвыплатное корыстание бизнесменам Могилевшины за опошний год. По-перше, такая форма работы дае махчимость предпринимальникам развиваться. По-другое, дозволяя эффективно выкористовывать державную майомость. Головный обвязок бизнеса организовать на этих площадках працовные мессы. Сирот приклада у швейный цех у Бабруйска. Это приватное предприемство у Бабруйску. Швейную вытворчасть и на Воронина организовало будинку, який пыльный час не выкористовывался. Працуют на внутренний рынок Побач, открыли фирменный магазин, а так само для замежных покупников. Полова продукции отправляется у Канаду. За год объемы вытворчасти выросли у три раза и по мешканям корыстаются безвыплатно. Мы перевезли сюда производство из Минского региона, из города Борисова. В 2013 году мы начали переезжать, начали здесь обустраиваться. Нам предоставили здание только под наши гарантии по созданию рабочих мест. Мы свои обязательства выполняем, местная власть нам помогает. Мы очень довольны, что такое решение было принято. Работу на предприемстве отримали больше за 20 швачек. До конца года плануюсь пошириться ясно на 5 человек. Инна Ивановская пришла сюда по объяве. Немножечко стало сложно с работой. Стали ездить в заработки, как у нас говорят, в Москву и так далее. За копейки работать не хочется. А здесь хорошо, хорошая зарплата. У Беларуси у безвыплатное корыстание помешкание почали передавать с 2009 года. Але такая форма работы прожилась и не одразу. Специалисты меркуют тому, что предприемальники не имели махчимости с тягом часу отрымать помешкание во властность. Поправки у законодавства зимянили ситуацию. Сегодня предприниматели имеют полную гарантию преимущественного заключения договора на следующий срок после истечения первого договора. Возможность в дальнейшем выкупить данное помещение, преимущественное право этого выкупа. И мы видим и чувствуем активность предпринимателей в изучении условий. Большость помешканий, которые не использовались, находятся в районах, где неколи были воинские части. Бабруйск и Бабруйский район, Осипович и Быхов. Найбольше активно новое житие отрымливает минавито Бабруйская нерухомость. Это территория былого военного городка Киселевича. Неколи этот дом активно использовался в советский час, а потом стал никому не потребен. Теперь в моем месте появился уластник, который заработал тут спортивную залу. Даречко, в советские часы тут так само занимались военные. Алина Соловьева, Виталь Алексейнка, Новин Региона. Амаль 90% семью, которые выховывают с трех и более детей на Могилевшине, выплатили материальную допомогу для подрихтовки до нового научного года. Сгодно державной программе «Здоровье народа и демографичная безопасность Республики Беларусь» одноразовую материальную допомогу в области повинны оказать 8,5 тысячам шмадзетных семью. По информации областного управления по праце, занятости и социальной обороны, большая частка семью уже отрымали выплаты. Наприклад, у Ленинским районе Могилева 1230 семью, где выховывается 2318 школьников. З их допомогу уже отрымали более за 2000 школьников. А у Кастрышинским районе допомогу перелечили амаль пау тысячи семьев. Нагадаем, на кожных ашкаляра выдатковывается 30% бюджета прожиточного минимума. Оказывают и допомогу семьям, где есть дети-инвалиды. Так само у центрах САЦ обслуговывания насильництва чекают спонсорскую допомогу от предприемства и добрачную от усих необыяковых. Канцелярские товары и школьную форму можно приносить у центры до 1 вересня. Пытание про экономику, цена утворения, инвестиции, статистику можно будет задать в субботу 12-го дня. В этот день традиционную промую телефонную линию проведет наместник старшини Абл-Виканкама Виктор Некрашевич. С 9 до 12 часа телефоновать можно по номеру у Могилеве 501869. Так само подчас телефонной линии можно задать пытание и выказать зауваги по предприемальництве зарубку занятостей гандли, про казание послуг насильництву и мытную справу. В тот же час промые телефонные линии пройдуть во всех городских и районных выканавших комитетах в области. Например, о Могилевском гарваконкаме телефонование примет старшиня городского совета депутата Сергея Иванова. Звернуться до его можно будет по номеру у Могилеве 42-2102. А об Абрусском гарваконкаме ваши пытание примет на месте к старшине Инна Ануфрива. Телефон для сувези у Бабрусску 76-21-41. Все лета у Могилевской области загинули у воде 43 человеки. Из их два детятих это более чем летость за такий час. Колькость ахвяра у воды становится больше, як только подымается температура по ветру. За опошние два тыння потанули 14 человек. Гэта роковые выпадки альбо беспечность людей. И як продухелить трагедии на воде. Кап отказать на гэтае життя важное пытанне, интервью телерадой компании Могилев да устаршиня областной организации товарыства выратования на водах Миколай Моисею. Ее нравится быть осторожными и дорослым, и детям. Жаркая погода тоже сказывается. Потому что если этого не учитывать и резко входить в воду, то чаще всего бывают проблемы со здоровьем, которые были, но они не... То есть при жаре не большее количество людей, а большее влияние самой погоды, самой жары. И жара, но я говорю, и само поведение людей. Потому что здесь уже расслабленность появляется какая-то. Потому что хочется отдаться вот этой погоде, воде. Наконец-то, потому что все лето мы ждали эту погоду. И наконец-то она наступила. И вот здесь мы потеряли бдительность, естественно. В результате получаются вот эти трагедии. Интервью Миколая Моисеева про безопасность на воде глядите у информации на аналитичной программе «Днями». Тема от Пашинку на водоемах будет надзвышально актуальной. И на выходные дни синоптыки прогнозуют спякотное надворье у субботу и неделю. 12-го жнеюня прогнозуется в облачное с пряяснениями надворье. Без опадков. У день температура поветра будет вагаться у межих 28-33 градусов. У неделю таки повышенный температурный фон захавается. Слупок термометра знов пересягнет знаку у плюс 30 градусов. Однако у первой полови дня максимумы короткочазовые опадки на больнице. У понеделок так само местами невеликые дожжи. Крыху взматнится ветер до 14 метров за секунду. И температура станет больше комфортной. Чекается плюс 21-26. Ты уже, кто плануя провести ближайшие дни на пляжах, не лишним нагадать. По информации санитарных службов Могилёшчины, после амониторинга у якости воды, який проводится что-то тезень, зараз заборонено купание на водоемах 9 пляжей в области. Гэта 4 пляжи у Костюковичах, 1 у Шкловины Дняпры, а так само на Вильчицким, Палыковицким, Гребяневским пляжах. С четверга купание заборонено у Могилёві на Дняпры у Межгородского пляжу. До этого часу санитарные службы завороняли там купаться только детям. Будовники Могилёшчины принимают веншование на передние дни профессийного свята. Кераунисты организации и профсоюзы не застаются у Баку. Самые великие по количеству працовный трест в области 12-й по традиции повиншавал своих работников непосредственно на будовнейший пляж Сауцы. Сергей Константинович Балашенко у профессии больше за 30 год. З их у 12-м тресте 25. Будовал жилые домы самых розных моделей. Працовал монтажник и на таких знаковых объектах, як конный манеж, буйницкий комплекс. У профессию провёл и сына. Всё время меня радует результат работы. Видишь, что воочию сделал и смотришь, что-то есть. Вы не жалеете, что пришли в эту профессию? Не жалею. Я нашёл своё. Таких захваченных у работе у тресте немало. Сегодня это самая буйная организация Галины в области. Больше за тысячу працовников. Зараз трестовцы працуют на 20 объектах. Веншаванье примаются на складанном и вельми отказном объекте. Деловый центр обьяцают станет гонором и для могилевчан, и для их будовников. Объект нетиповой. Большая высота этажа. Требования повышены со стороны заказчика качества работ. Многому обязывают. Но в то же время приятно, что нам доверяют. В конечном итоге будет украшением города Могилёва, за которое не стыдно будет не нам, как строителям. Ну, не городу. Гэта гигант площадь больше за 30 тысяч метров квадратных. По померах, это как 6 двухподъездных жилых домов у 10 поверхов. Тут есть шмот працы. Термин сдачи – липень 18-го. Зараз же работники 12-го отреста рыхтуются до больше близкого у воду у эксплуатацию. У вересни сдадут операцийный блок Могилёвского областного анкодиспансера. И гэта выник их працы. Олесь рыбалка Денис Бутылин. Новин региона. А вот работники Могилёва облсель будут. Тут шарговая свята вырышили показать себе не только с профессийного боку, а ле и створчага. И подрыхтовали выставу. Прадприемство Могилёву Абл Сельбут объядновывает 32 организации. На выставе больше за полторы сотни работ многих стых, кто будуе и в той же час творая. И гэта калле уличва, что уголене в основном працуют мужчины. Тры месяцы бы давал вось таки корабель Сергей Вальковский, да помогал ему 7-гадовый унук. И хотя у профессии больше за 30 год, гэта твор да осеня легка. Строитель – это профессия созидательная. Мы не можем быть нетворческими людьми, мы не можем мечтать. Ведь строить – это поднимать, мы созидатель. Вот даже эта модель, она начиналась с простого журнала. Даже вот эти картины, они тоже начинаются с маленького. В конце получаем результат. Это приносит радость и удовольствие. На выставе десятки работ Надеи Савицкой, яна вышивая картины. А у них, я и ямары, як, например, баль часол Наташи Ростовой, есть и символичная реча, як гэты дуб, в який попала Маланка. Дуб, он, видно, старый, но он устоял. И вот это вот, то, что он устоял, это символизирует силу, волю и мужество белорусского народа. В том числе и строителей наших, да? В том числе и строителей. Выстава о творчестве будовников, будя працевать у будинку Могилёв Аблсельбуду до 1 вересня. Снежана Крыжевича, Леся Рыбалка, Денис Бутылін, Новины региона. Больше за 100 гандльовых кропок музыка, конкурсы, танцы, майстер-классы и дегустація незвычайных страв. Свято огурка в Шклове селета планует больше масштабным. Запрашивают шмат рамесников, которые представят свои выробы в городском парке. Традиционно можно будет попробовать разные огурковые стравы. Мауля у Шкловском районе, окраине огурков, ведают самые незвычайные рецепты. У вогуля свято огурка гэта святкованне сбору летнега ураджаю. Дарыш у межых мероприемства узнагародець лепших земляробов и госпадынь. Будя сяротых умеліца, якая вырастила огурок да ужинёй 54 сантыметры. Почнется свято у 10 раніц, и каля скульптура огурка завершается у вечары фаер-шоу и дискотекай. И еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by. А я с вами развитвуюся. До встречи и заставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»